МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осторожно! На дорогах плохая видимость и большая аварийность свыше 20 за сутки. Четверо погибших в госавтоинспекции усиливает контроль. Скидки на соцуслуги, баня бесплатно, парикмахер льготно. В Татарстане стартовала декада пожилых. Что еще полагается пенсионерам в эти дни? Такими завтраками сыт не будешь. Наелись обещания и вышли на забастовку. Сотрудники двух предприятий в Челнах требуют свою зарплату. Сколько задолжали им? Встать в строй вместе с собакой. Сегодня начался осенний призыв. Расставаться с любимым питомцем не обязательно. На защиту Родины берут и его. Прибыл инкогнито, а ушел по-английски. Стивен Сигал замечен в Казани. По какому поводу? Все это и многое другое расскажем в течение часа в студии. Льмира Заляева, здравствуйте. Погода в доме напрямую зависит от температуры за окном. Соблюдать баланс помогут специальные устройства. А вот в каких домах они вскоре появятся, узнаем во второй половине часа в интервью. А пока к главным темам. По факту исчезновения Ольги Шамашевой возбуждено уголовное дело по статье убийства, сообщили сегодня в Следственном комитете республики. И как стало известно, именно ее бывшие сотрудники уехали с женщиной на такси из развлекательного комплекса. Двое мужчин отмечали там увольнение. Пропавшая осталась ночевать в доме одного из них и, по его словам, ушла, когда тот спал. Эти сведения сейчас изучаются. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что, находясь в развлекательном комплексе, женщина познакомилась с двумя бывшими сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации по республике Тарстан, которые отмечали свое увольнение. И она решила провести время с ними. Под утро, сев с ними в такси, она решила провести время с одним из них. Осталось у него ночевать дома. И, со слов мужчины, он проснулся, когда Шамаша уже от него ушла. Резкое ухудшение погодных условий привело к большому числу аварий. Только на дорогах столицы в эти дни фиксируют больше трех сотен. А на трассах республики с начала сентября погибло 64 человека. Печальная статистика пополнилась и сегодня. Ранним утром в Высокогорском районе на трассе М7 столкнулись семь автомобилей. Как сообщает МЧС республики, пострадали пять человек. Один погиб. Еще одна авария произошла с участием машины скорой помощи. В Вальметьевске она столкнулась с легковушкой. Ситуацию запечатлела на мобильный телефон очевидец. Удар был такой силой, что карета с медиками опрокинулась на бок. Двое из них серьезно пострадали. Из машины их извлекали девять спасателей. Пришлось задействовать даже специальную технику. Кто виноват, сейчас выясняют сотрудники госавтоинспекции. Самой частой причиной аварии по статистике является несоблюдение правил дорожного движения. За сутки выявлено 32 нарушителя. А в Нижнекамске дорожные полицейские провели операцию «Тоннель». Всего за час через полную проверку прошло более 200 автовладельцев. Один лишен прав. Четверо были без детских кресел. Семеро с нечитаемыми номерами. Он обещал людям здоровье и получил за это наказание. Приговор сегодня вынесли в суде набережных Челнов Рамилю Гарифулину, что называл себя целителем. Уверял, что может избавить от рака, но после смерти одной из пациентки попал под следствие. Исцелил ли вердикт души потерпевших в репортаже. Все в это утро пошло не по плану. Вынесение приговора было назначено сначала на 9 утра, потом на часть позже. Но и в 10.00 этого не произошло. Городской суд, как и несколько жилых подъездов, дома 43-16 остался без света. И вот после значительного перерыва в 13 часов машина правосудия заработала снова. И уже в 14.00 судья приступил к зачитыванию приговора. Сам Рамиль Гарифуллин на протяжении всего процесса, который длился с июля, себя виновным так и не признал. Однако суд вынес свой приговор. Три года лишения свободы в колонии общего режима. Рамиль Гарифуллин был взят под стражу в зале суда, сразу после оглашения приговора. По нему он также должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. И еще 150 из СУ Валентине Нурмухаметовой. Я удовлетворена. Я думаю, что Валентина Аблакатна тоже будет этим удовлетворена. Сторона гособвинения просила суд назначить более жесткое наказание. Лишить свободы на 5 лет. Целый приговор справедливый. И Гарифуллин понес заслуженное наказание. Но после изучения приговора уже будет окончательно решено, будет ли прокуратура обжаловать данное решение суда или нет. Адвокат Жерамиля Гарифуллина с приговором не согласен и намерен его протестовать. Для подачи апелляции у обвиняемой стороны есть 10 дней. Светлана Салманова, Елена Портнова, Дмитрий Кравченко. Вести Татарстан. Из набережных Челнов. С холодным умом подходят к занятиям в казанской школе-интернате. Причем буквально температура в классах 15 градусов. В здании до сих пор не подключили отопление. Сколько еще гранит науки будет ледяным, выяснял Алмаз Хакимов. Хоть школа и называется солнце, здесь отнюдь не солнечно и не тепло. Да и просвета пока не видать. Батареи не греют. Отопление обещали дать еще на прошлой неделе. В итоге ученики по 5-6 часов сидят в холодных аудиториях. Ну а как быстро согревается все? Не согревается. В этом классе колорифер отапливает комнату в 20 квадратных метров. Но по температуре ясно, что его мощности явно не хватает. Смотрите, батарея очень холодная. То есть максимальная температура в этой комнате 14-15-16 градусов. Понятно, что когда дети немножко посидят, надышат, становится теплее. Но вот первый час занятия им очень холодно. Проблемы с началом отопительного сезона в этом интернате не в первый раз. В прошлом году из-за ремонтных работ его задержали аж на три недели. В этом пока не начавшемся сезоне ученикам разрешено сидеть в классе в теплых вещах. Детям холодно. Меня очень сильно волнует вопрос, когда холодно детям. И знаете, вот как-то мне бы естественно, если бы каждый день сюда приезжал бы кто-то, смотрел, что сделано, что не сделано. А вот так вот, и мне надо всюду звонить. Мне надо звонить в администрацию района, мне надо звонить в теплосети. Телефоны всюду заняты, потому что в городе еще у кого-то тепла нет. Как выяснилось, школа отапливается от сети республиканской прокуратуры. По ее трубам ведется подача. В телефонном разговоре с ведомством нам сообщили, что вентиль был открыт, но линию прорвало. Обещали тепло дать завтра. Пока обе стороны разбираются с пуском тепла, 87 интеллектуально увлеченных детей ведут в холодных классах исследовательские работы. А семеро не могут согреться и вне стен школы. Они живут в интернате. Алмаз Хакимов, Александр Решеткин, Вести Татарстан. В Доме правительства сегодня обсудили современные технологии и оборудование, которое применяется при разработке новых нефтяных скважин. Президент Татарстана Рустам Мениханов провел очередное заседание Совета директоров Татнефти. Рассмотрели итоги работы за 8 месяцев и наметили планы на будущее. Новые технологии были в центре внимания и на заседании Совета директоров Татнефтехиминвестхолдинга. Свои ноу-хау представили несколько крупнейших компаний. Одна из них показала образец вещества, который позволит улучшить качество дорог. Прослужат они не меньше 10 лет без единого ремонта. Не будет колеи, волны и трещин. Но не придется запрещать и въезд больших грузов в города. Причем делают вещество из нижнекамского битума. А на встрече с генеральным директором Якогава Электрик Корпорейшн обсуждали дальнейшее сотрудничество татарстанских предприятий с японской компанией. Она поставляет решения по автоматизации электрооборудования на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии. Также сегодня Рустам Мениханов участвовал в заседании Президиума Совета при президенте России и провел его Дмитрий Медведев. Главными темами стали модернизация экономики и развитие инноваций в коммунальной сфере. А в эти минуты глава республики встречается с ветеранами государственной службы. Одним из поводов для встречи послужил Международный день пожилых людей. Отмечают его, к слову, сегодня. Татарстанцам по этому случаю обратился председатель Госсовета Республики Фарид Мухамедшин. Люди старшего возраста передают молодежи профессиональные знания и житейскую мудрость. Бережно хранят и приобщают детей и внуков к духовным ценностям и обычаям предков. В этот день примите искренние слова благодарности за ваш труд, твердую жизненную позицию и оптимизм, великое мужество и терпение. Желаю вам здоровья и благополучия, внимания и любви со стороны родных и близких. Говорится в поздравлении. Впрочем, в Республике День пожилых людей продлится целой декадой. За это время им предоставят ряд социальных услуг бесплатно или на льготных условиях. В таком режиме работают бани, парикмахерские, прачечные. А по квартирам и домам пройдет десант юных тимуровцев. Альбина Батершина подробнее. Особое внимание одиноким. Их навестят тимуровцы и волонтеры. Стоит подготовить ведра и тряпки. Молодежь готова отмыть всю квартиру пенсионеров, оклеить окна и помочь запастись овощами на зиму. Если нужно, сходят за мешком картошки на рынок. Заявку на такую помощь следует оставить в отделениях социальной защиты. Мои поздравления всем пожилым людям. Это декада повод выразить им уважение, показать пример нашему молодому поколению, особенно в эти дни. Безусловно, наше внимание, наша забота старшему поколению должна быть не только в декаду пожилых людей, но это декада повод нашим предприятиям, социальным службам, районам, школам отдельное внимание, отдельное спасибо, благодарность уделить нашим пожилым людям. В городских поселках должен высадиться десант врачей. Специалисты будут вести прием в кабинетах врачей общей практики. А тех, кто не может прийти сам, навестят на дому. Только об этом тоже лучше сообщить заранее. Мало обеспеченных пригласят на чай. В городских кафе будут организованы благотворительные обеды. Однако и от пожилых ждут активности. Запланирован чемпионат по русскому бильярду, а также водно-спортивный праздник. Долгожителям приготовили подарки. Тем, кому уже более ста лет окажут материальную помощь. Альбина Батаршина, Александр Решеткин, Вести, Татарстан. Челненские предприятия автомобильных дорог и горсвет увидели просвет только в забастовке. Сотрудники двух служб отказываются выходить на работу, потому что им за нее не платят. Задержки длятся уже не один месяц. Дарья Турцева разбиралась в ситуации. Семь метра, крыльцу предприятия автомобильных дорог, как обычно, стягиваются рабочие. Впрочем, работать они не намерены до тех пор, пока им не погасит долги по зарплате, не возьмутся за уборку дорог. У меня один ребенок, я от нас живу. Три месяца уже зарплаты не получаем. А квартплата уже идет, идет. Как нам жить? Где деньги? Рабочие надеялись получить ответ у руководителей предприятия. Начальство с нами не встречается, не объясняет ситуацию. И все же директору пришлось найти время на встречу с работниками. В июле его уже оштрафовали за задержку зарплаты на 3000 рублей. За повторное нарушение ему грозит уже до трех лет лишения свободы. Впрочем, руководитель считает, обстановка не критическая. Поголовного до последнего работника не вышли, не работают. Такого не было и не будет, конечно. Люди ведь понимают. Такой же сценарий разыгрался и на другом предприятии. Горсвет. Здесь тоже денег не видели. Три месяца. Электрики собрались в актовом зале, где дожидались директора. Начальник попытался разрядить накаленную обстановку словами благодарности за самоотверженный труд. И сообщил, проблема, хоть и частично, решится в ближайшие дни. Сегодня поехал наш главный бухгалтер и начальник управления финансов. Поехали в министерство финансов, чтобы нам выделили дополнительные средства для обслуживания города. Тоже так, город Зенепозгопад и город Свету. В исполкоме о трудностях муниципальных предприятий знают, но вот обрадовать хорошими новостями работников не могут. Дело в том, что лимиты, которые были выделены на содержание городских дорог и на содержание сетей освещения, эти лимиты, они выбраны. Доп доходов, как в прошлые годы, как мы выделяли дополнительные доходы в этом году, их нет. Поэтому мы изыскаем уже дополнительные какие-то средства для того, чтобы людям выдать зарплату. Впрочем, хоть и грозились работники двух предприятий устроить настоящую стачку, до конца дело не довели. Они снова трудятся. На этот раз покосить долги обещают сегодня к вечеру. Но и то только за июль. Когда будут деньги за август и сентябрь, пока не ясно. Зато известно, что оба этих предприятия будут объединять в одно. Учредительные документы уже готовы. Дарья Турцева, Егор Орлов, Елена Портнова. Вести Татарстан. Набережные Челны. Разделить год службы с четвероногим другом. Собак теперь тоже берут в армию. Правда, только годных по состоянию здоровья. Медосмотр, кстати, уже идет. Сегодня начался осенний призыв. В этом году отдать долг родине собирается больше 4000 татарстанцев. Чем сейчас я буду устраиваться, пытаться отмазаться от армии. И мне придется потом в дальнейшем тоже что-то придумывать, чтобы либо пойти, либо не пойти. Этот призывник удивил комиссию. Артуру настоятельно предлагали взять отсрочку. Его ребенку еще нет и года, но парень настоял. Лучше отслужить сейчас, пока сын нуждается только в маме. А вот после армии и папа понадобится, и проще будет искать солидную работу. Больше отговаривать не стали, но пообещали оставить в республике. А супруга будет каждый месяц получать армейское пособие. 7800 рублей. Желание как можно скорее отслужить у многих. Легче отслужить один год и вернуться спокойно, жить уже в дальнейшем. Заниматься карьерным ростом, личной жизнью, чем угодно. Ну, хотелось бы в нормальный войск попасть, чтобы не на месте сидеть, а ездить, выезжать, тоже с оружием поработать и стрелять. В Мурфлот, разведывательное управление, спортивную роту или воздушные силы желания призывников обещали учитывать. 15 юношей получили предложение служить в президентской роте. Не сказать, что повезло. Почему? С собой слежу постоянно. Подхожу по всем параметрам, с детства занимаюсь спортом. Наши ребята в основном будут служить в западном, южном и центральном военных округах. Почти половина в сухопутных войсках. Желающие могут взять с собой даже домашнего питомца. Закон разрешил брать собак. Однако и хвостатые призывники могут быть негодными к службе. К примеру, чихуахуа. Ну к этому надо готовиться. Вы понимаете, что так вот просто вот мне прислали повестку, беру-ка я свою собаку, да, и пошел я на сборный пункт. На призывный пункт. Так не может быть. Это надо, естественно, заранее говорить. Мы должны это все проверять. Естественно, мы должны заранее включать его в заявку на наряд. Но главное изменение – это больше возможностей получить отсрочку. Не получат повестки студенты духовных семинарий, учащиеся подготовительных курсов четырех вузов, КФУ, Технологические академии спорта и туризма и Челнинский пединститут. Еще один довод в пользу армии. С Нового года сесть в чиновничье кресло сможет только тот, кто провел год в сапогах. Все вопросы можно задать по телефону горячей линии республиканского военкомата. Альбина Батаршина, Адальмин Дубаев, Вести, Татарстан. Экскурсию по продуктовым рядам устроили сегодня журналистам. Их пригласили в Агропромпарк. Ведь именно торговая точка каждые выходные собирает фермеров и продавцов со всей республики. Чем привлекают покупателей, узнавала Екатерина Сударева. Целый зал с овощами, мясные ряды, молочные реки. И хотя на дворе вторник, а не суббота, когда здесь разворачивается ярмарка, выбор все равно огромный, говорят покупатели. Гульфия Яникеева признается. Вот уже несколько недель за продуктами приезжает только в Агропромпарк. Конечно, по сравнению с магазином дешевле. Даже масло сливочное. Здесь 50 рублей, а у нас в магазине 68. А так все хорошо, видите, свободы, места много. Чисто очень самое главное. Дешевле, потому что здесь нет перекупщиков. Только производители. Тортошка по 15, поп по 15. Морковка тоже. Пожалуйста, грудинка 190 рублей. Пожалуйста, замечательное место. Чтобы цены не взлетали, создают искусственную конкуренцию на точках, которые принадлежат парку. Мы составляем, договариваемся, пробуем проводить акции, где бы фермер снижал цены. Здесь минимальная цена, то есть максимальная цена у нее 200 рублей за килограмм. Мы сбиваем цену по всему ряду, то есть ставим свою точку. Допингуем немножко цены, для того, чтобы другому фермеру была необходимость считаться с этим. В убытке производители не останутся, уверяет руководство Агропромпарка. За счет объемов продаж, например, в прошлую субботу было 18 тысяч посетителей. Довести тяжелые сумки помогут на этом специальном электромобиле. Он достался Агропромпарку в наследство от универсиады. Волонтеры, которые дежурят в торговом зале, помогут донести сумки до машины, а уже на нем отвезут до остановки. До Агропромпарка ходят три рейсовых автобуса. По выходным от метро Проспект Победы курсируют бесплатные маршрутки. Возможно, в будущем они будут ходить и по будням. Я приехал с Габишевой улицы на 46-м. Тут как раз удобно, а вот как отсюда, я не знаю. Ноу-хау парка не только в размерах. Здесь фермеры могут хранить и обрабатывать свою продукцию. На цокольных этажах Агропромпарка есть холодильные помещения. В специальных боксах организовано производство. Предприниматель Искандершем Суддинов раньше просто сдавал куриное мясо перекупщикам. Когда открылся Агропромпарк, решил организовать свое производство полуфабрикатов. Арендовал помещение и стал сам с десятком помощников разделывать птицу. Выгода с продажи такого товара намного больше. Мы другие площадки, честно говоря, даже не рассматривали, потому что по существу пока нет таких площадок. Кроме того, скоро заработает сайт для фермеров. В интернете предприниматели смогут сами посмотреть, какие есть свободные площади, и оставить заявку на аренду. Для приезжих есть и гостиница. Такие площадки, возможно, появятся и в Прикамье, и на юге Татарстана. Екатерина Сударева, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан. Зеленеем. Казань снова идет на рекорд. Акция стартует сегодня и продлится до середины ноября. Планируют посадить 40 тысяч саженцев. В основном лиственные, хвойные, появятся только в тихих и экологически чистых местах, парках и скверах. Вдоль дорог возвысятся тополя и липы. В первую очередь озеленители планируют посадить деревья там, где накануне срубили старые и больные. Вклад в рекорд предлагают сделать и казанцам. В этом и могут помочь коммунальщики. Конечно же, каждый может найти дерево где-то у себя в огороде или на приусадебном участке, или купить где-то и высадить рядом со своим домом, под своим балконом. Но вообще управляющая компания занимается тем, что они привозят саженцы. Другой вопрос, что во дворах необходимо больше усилий для того, чтобы эти саженцы сохранить. Сосед может наехать машиной на эту саженцу, сломать его. Их надо поливать, за ними ухаживать. И вот это как раз, я считаю, задача тех людей, которые живут в дворах. Ведь они собственники не только своей квартиры, но и всего общедомового мышца, в который входит земельный участок тоже. Накануне вечером интернет-пространство Казани всполошилось из-за новости, что в городе находится Стивен Сигал. Сначала американского киноактера заметили в одном из популярных столичных ресторанов. Затем в инстаграме президента республики появилось фото Рустама Миниханова с кумиром миллионов. Снимок собрал сотни лайков пользователей. Все задавались одним вопросом, что всемирно известная звезда делает в Татарстане. Но пока это остается тайной. И пока это все вести, но информационный час продолжается. Далее в выпуске интервью о том, как сбалансировать температуру за окном и дома, узнаем. Во второй половине часа с руководителем Казанского энергосервисного центра Евгением Чикашовым встретилась моя коллега Лилия Галимова. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...